Если мы хотим понять невидимые разговоры, которые ведут растения, необходимо учиться переводить их в химические слова или на понятный нам язык. Ключевым словом, которое чаще всего встречается в химические слова, в языке растений является метилжасмонат, молекула, содержащая запах цветка жасмена. Люди его высоко ценят и часто используют в парфюмерной промышленности. Почти все растения испускают метилжасмонат, когда подвергается нападению насекомых. Похоже, это слово встречается во всех языках. Но дьявол в детали. Другие вековы, которые смешиваются с этими, верняются от растения к растению и тут как язык усложняется. У растений жизненный ритм медленнее, чем у человека. Некоторые способны жить по нескольку тысяч лет, но они не могут убежать от опасности. Вместо этого они выработали удивительные способы определить проблемы или быстро реагировать на агрессию насекомых. Это вопрос выживания. Если посчитать количество дубровых рецепторов, которые используются растениями для определения вкуса и запаха своей среды и в утрене, окажется, что их гораздо больше, чем у человека. Даже у простейшего растения как минимум 600 различных рецепторов для определения запаха и вкуса окружающей среды. У человека таких меньше 20. Растения оснащены множеством странных стебельков и волосинок, которые служат детекторами и защитой от насекомых. Их огромное разнообразие – секрет революционной приспособляемости к различным опасностям. Чтобы компенсировать нашу нехватку чувственных рецепторов, Джек Шульц разрабатывает прототип искусственного носа. Высокочувствительный прибор, который, как он надеется, повысит нашу способность понимать химические разговоры растений. Мы создали этот чип, это устройство, чтобы впервые иметь возможность узнавать, о чем разговаривают растения в природе. Пока все, что нам известно о коммуникации растений, основано на работе лабораторий под стеклянными клапаками. Никто еще не выделял, не анализировал, не составлял карту этих сигналов и разговоров на улице. Мы надеемся стать первыми с помощью этого устройства.